Прямой эфир телеканала продолжает программа в контексте. Говорим о текущих вопросах с исполняющей обязанности председателя законодательного собрания города Севастополя Екатериной Алтабаевой. Здравствуйте. Добрый день. Екатерина Борисовна, вчера состоялось очередное пленарное заседание сессии законодательного собрания, на котором была заслужена информация директора департамента образования Михаила Рудикова о состоянии дел по оплате труда работникам сферы образования. Какие решения были приняты? Ну, решения-то у нас могут быть только очень формальные. Мы приняли к сведению информацию, но вопрос очень важный для севастопольцев, поскольку у нас по целевым показателям, которые установлены, с точки зрения, прежде всего, граждан Севастополя, заработная плата ниже, чем она должна быть. Если говорить о майских указах президента Российской Федерации 2012 года, то зарплаты педагогических работников, субъектов Российской Федерации, не должна быть меньше средней заработной платы по субъекту. Но по данным статистике у нас средняя заработная плата приближается к 25 тысячам и даже уже весной перевалила за этот рубеж. Однако средняя заработная плата педагогических работников, как дошкольных учреждений, так и школ в городе Севастополе, меньше, ниже. Вот Михаил Леонидович говорил о том, что небольшое снижение произошло, всего на 3% средней заработной платы. И, в принципе, почти мы очень небольшой разрыв между этим средним показателем 25 тысяч и реальной заработной платой средних учителей и других педагогических работников. Но вот в процессе и обсуждения вопроса на заседание законодательного собрания, прежде всего, по той информации, которая пришла из самого департамента образования, ее анализа по начислению заработной платы и приемов граждан, которые мы осуществляем, следует совсем другое. Следует то, что средняя заработная плата, как педагогов школ, но она в лучшем случае колеблется в пределах 16-17 тысяч рублей. А педагогов дошкольных учреждений и того меньше. Есть только небольшое количество школ, где заработная плата, ну это 6% школ, как мне вот тут коллеги помогли сформулировать, где заработная плата выше 23 тысяч рублей. Средняя по учреждению. Это средняя по учреждению. Что такое средняя температура по больнице, мы понимаем. То есть есть достаточно большое количество педагогов, которые получают крайне низкую заработную плату. Это прежде всего касается работников педагогических дошкольных учреждений. Это тревожная ситуация. В связи с этим Законодательное собрание обратилось в контрольно-счетную палату с тем, чтобы была проведена проверка начисления заработной платы педагогическим работникам города Севастополя. Мы надеемся к середине июня такую информацию получить. И этот вопрос вновь будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания. А когда будет рассмотрен этот вопрос? Ну, поскольку заседание у нас было вчера, 7-го, то у нас есть еще, я так полагаю, будет или 21-го, или 28-го июня. Следующее наше заседание этот вопрос будет рассмотреть в эти сроки. То есть уже в ближайшее время? Да, в ближайшее время, потому что заключение контрольно-счетной палаты нам должно поступить после 15-го июня. Депутаты приняли в первом чтении изменение бюджета 2016 года. Какие, по вашему мнению, важные пункты были учтены при распределении бюджетных средств? Мы второй раз за 2016 год вносим изменения в бюджет города Севастополя. Это, конечно, важнейший основополагающий документ, который регламентирует финансовое отношение жизни города Севастополя. Нужно сказать, что объем, так скажем, расходной части увеличился достаточно серьезно на 5 миллиардов 350 миллионов рублей. И в основном эти расходы предполагается пустить на социальные нужды. То есть, прежде всего, главными распределителями бюджетных средств, это департамент здравоохранения, образования, департамент культуры, департамент городского хозяйства, будут израходованы средства на нужды жителей города. По заключению контрольной счетной палаты и по работе нашей бюджетной комиссии, к сожалению, не все суммы, которые предполагается использовать на те и другие средства, были подтверждены соответствующими расчетами, пояснениями, документами. Но, несмотря на то, что в полном объеме документация не представлена, и как это следует из формального, так скажем, формулировки, необоснованные расходы, необоснованные с точки зрения непредоставления документации, а с точки зрения потребностей города, они очень необходимы. Поэтому депутаты, понимая, что документ нуждается в доработке, приняли изменения в бюджет в первом чтении, и совершенно очевидно, что в ближайшие дни у нас будут внесены поправки в бюджет. Те поправки, которые, прежде всего, формулируются и Департаментом финансов, главными распределителями бюджетных средств, депутатами законодательного собрания. И во втором чтении документ, как только он будет готов с технической точки зрения, будет принят в законодательном собрании. Хочу отметить еще одну позитивную такую тенденцию. Те предложения депутатов законодательного собрания, которые были сформулированы, рассмотрены на совещании с участием губернатора города Севастополя, были в значительной части удовлетворены и учтены уже в этом законе об изменении в бюджет города Севастополя. Все севастопольцы с нетерпением ждут, когда уже бюджет будет принят. На пленарном заседании депутаты внесли изменения в закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя. Что изменится с принятием этого закона? Это закон, конечно, который очень неоднозначно воспринимается гражданами, но мы соблюдаем федеральное законодательство, и поэтому отказаться от внесения платы на капитальный ремонт, конечно, не можем. В этом отношении мы следуем с другим правилам государства, в котором живем. Тем не менее, мы, конечно, должны были, во-первых, отсрочить момент внесения сносов на капитальный ремонт. Предполагаю, что это будет сделано с 1 июля, но по изменениям закону 118 ЗС, который мы вчера приняли, такие взносы будут с 1 сентября вноситься. И, конечно, мы должны были позаботиться о необеспеченных социальных слоях. Прежде всего, речь идет, конечно, о пожилых людях, поскольку вносы на капитальный ремонт для них – это дополнительная финансовая нагрузка, но учитывая их уже достаточно такой преклонный возраст, это очень серьезное бремя. Значит, для… И поэтому эту вот часть, так скажем, изменений я хотела прокомментировать. Для граждан, которые одиноки и являются собственниками жилья, старше 70 лет, и если они не работают, то будет снижена взносы на капитальный ремонт на 50%. В том случае, если люди одиноки, не работают, и старше 80 лет являются собственниками жилья, то плата будет вообще с них снята, они не будут ее выплачивать, то есть на 100% освобождаются. В том случае, если люди живут в семье, но в этой семье пенсионеры, и эти пенсионеры не работают. Если они старше 70 лет, то та же самая норма – на 50% снижается плата. Если они старше 80 лет, собственник жилья, я имею в виду, то тогда 100% снимается плата. Естественно, что до 50% будет снижена взносы на капитальный ремонт для инвалидов первой и второй категории и для семей, имеющих инвалидов в своем составе. Поэтому там, конечно, закон значительно объемный. Есть и другие положения, которые заинтересуют граждан, но в силу ограниченности времени я обращаю внимание на эти его статьи. Сумма ежемесячного этого взноса уже фиксирована, уже известна? Ну, вот это как раз дифференцировано. Это зависит от того, и, скажем так, вот каков состав семьи, и зависит от того, какой дом. Поэтому эти параметры определяются правительством Севастополя. Когда они будут определены, они будут, безусловно, прежде всего на информационном сайте правительства. И в выступлениях, я думаю, в вашем эфире обязательно доведены до сведений граждан Севастополя. Какие законы депутаты планируют рассмотреть на этой сессии? Ну, у нас еще достаточно такой объемный план законотворческой деятельности. Но есть законы, на которые, наверное, обращают внимание жителей Севастополя. Один из таких законов – это закон о некоммерческих общественных организациях, об их финансировании. НКО сейчас в Российской Федерации уделяется очень большое внимание, потому что это социально ориентированные, как правило, организации, те, которые оказывают какие-то социальные услуги. В этом случае они оказывают огромную такую поддержку и помощь исполнению социальных функций государства. И такой закон очень нужен для Севастополя, потому что нужно определить механизм выделения вот той государственной финансовой поддержки, на которую могут претендовать некоммерческие общественные организации. Но для того, чтобы этот механизм запустить, нам, конечно, нужно было… Проект закона зашел в законодательное собрание, его разработчиком является департамент внутренней политики. Но нам очень хотелось услышать мнение общественной палаты города Севастополя и представителей, руководителей самих общественных организаций. В этой части у нас прошел круглый стол в стенах законодательного собрания. Если не ошибаюсь, это было 16 мая. И вот высказанные предложения были аккумулированы общественной палатой города Севастополя. Они уже поступили и, так скажем, всем, и разработчикам проекта, и законодательное собрание. И таким образом, я надеюсь, что закон будет доработан и представлен на рассмотрение наших депутатов. Вы часто совершаете рабочие поездки на свой мажоритарный округ, решаете проблему его жителей. Что уже удалось сделать и что еще предстоит? Ну, я не могу сказать, что я так, потому что там каждый день, потому что то, что у меня вот несколько изменились, мои должностные обязанности, оставляет так мало времени для той работы, которая очень нужна. Потому что депутаты, не только мажоритарщики, а те, которые и прошли по единому списку, они, конечно, посещают различные части Севастополя, но я свой мажоритарный округ. Теперь я, хотя никогда не жила в этой части города, Камышовая, Казачья Бута, я говорю, мой Гагаринский район, наша Камышовая, наша Казачья Бута, недавно себя стала ловить на том, что именно так и говорю. Очень много проблем решаются с помощью, прежде всего, конечно, правительства Севастополя. Я хочу сказать огромное спасибо в департаменту городского хозяйства, которое, правда, прошло очень много времени, полтора года наших просьб, ну, допустим, наведение предков в Казачьей бухте. Ливневая канализация, которая там была совершенно в нерабочем состоянии, приводила к тому, что на бывшей конечной остановке общественного транспорта, в такой период, когда идут дожди, разливалось не просто там лужа, а озеро, я думаю, что высшее колено совершенно точно, а может быть, еще и глубже вода стояла. И вот, наконец, были проведены инженерные работы, и, я надеюсь, будет облагорожена эта территория, о чем департамент нас заверил. И к концу июня здесь будет проведено не только инженерные работы, ремонт ливневой канализации, но и заасфальтированная территория. Нам очень нужны там пешеходные дорожки. Там большая проблема, если говорить о Казачьей бухте, с большим количеством торговых объектов, которые, ну, какие-то на законных основаниях стоят, какие-то нет. В этой части нужно навести порядок. Нужно вывозить вовремя мусор, нужно контейнерную площадку, лакова храма закрыть, нужно дорогу ремонтировать. Это только вот маленький кусочек, мажоритарного города, что проблем очень много. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что жизнь не стоит на месте. И я очень прошу людей, все-таки видите, ну, пусть маленькие ростки, но они есть в тех позитивных изменениях, которые происходят. Не все делается сразу, все постепенно. 12 июня Севастополь и вся Российская Федерация будут отмечать День России, а 14 июня, мы знаем, в Севастополе традиционно День города. Что планируете делать в эти дни? Ну, 12-е это воскресенье, и, конечно, День России для всех граждан это праздник. А для тех, кто занимает какие-то особенные должности, да, в данном случае это чиновники, которые исполняют определенные обязанности, они, конечно, участвуют в мероприятиях. Но я думаю, приглашаю всех жителей Севастополя принять участие в тех мероприятиях, которые спланированы и будут проводиться. Начнется день с 9 часов утра, с возложения цветов к мемориалу защитникам Севастополя во второй обороне 41-42-го годов. Ну, а дальше целая череда торжественных и праздничных мероприятий и концертов. И завершился День салютов, потому что, я думаю, день будет праздничным для всех. 14 июня – это рабочий день, это вторник. Но, тем не менее, я думаю, все мы, кто работает, будем на рабочих местах. Но это не означает, что, опять-таки, и в культурно-просветительских учреждениях не будут запланированы мероприятия на площадях города, различных районах города. Поэтому, ну, просто мне очень хочется поздравить всех севастопольцев с таким особенным, замечательным нашим праздником – Днем рождения города. Пожелать, конечно, здоровья, конечно, успехов и процветания. Но главное, мне кажется, наш город, он действительно по своей энергетике особенный, но он нуждается в нашей заботе и в нашей поддержке, в наших умелых руках и горячих сердцах. И мне очень хочется, чтобы севастопольцы потратили силы и время на свой город. Наш город этого стоит. Это особенное такое место Российской Федерации. Что ж, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Время нашей программы истекло. Благодарю за то, что пришли к нам в студию и поделились актуальной для города информацией. Спасибо. Напомню, по текущим вопросам говорили о сосполняющей обязанности председателя законодательного собрания города Севастополя Екатерины Алтабаевой. Эфир жителей канала продолжается. Впереди много важных и занимательных тем. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова